Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас четвертое видео серии, да, купить за тысячу. Дошла я такие до золотого яблока, вот прибежала и села, собственно, вам сразу снимать. Тоже у нас уход, да, декоративку я не брала, мы это не рассматривали, поэтому давайте посмотрим, что у нас тут получилось. То есть, значит, первое, что взяла, это ваша рекомендация была попробовать скрабы от Synergetic. Ни разу вообще не пробовала ничего, ну, типа, там, средства для мытья посуды, там, кондиционер, да, для белья, для стирки, то есть, это да. Вот, а именно, там, типа, уход ни разу. Вот, и я посмотрела, то есть, было несколько скрабов, несколько разных вариантов. Так, я выбрала себе солевой с пачули и ароматным бергамотом. Там смысл в том, что там стояли тестеры, можно было понюхать. И мне так понравился запах, он настолько нестандартный, настолько, ну, то есть, это и не вот тяжёлое что-то, да, от пачули, и не супер просто цитрус от бергамота, а что-то такое вот нежное посередине. Я это даже описать не смогу, поэтому просто, если интересно, да, в золотом яблоке, да, вот эти тестеры стоят, можно попробовать. Очень прикольная тема. Ну, и солевой скраб, как бы, всегда надо тоже в расходе, как бы, да, поэтому отлично. Дальше. Взяла две маски для лица. Первая у нас от бренда Эден. Это у нас бетокс с бамбуковым углём, то есть, такая классика, очищающая. Соответственно, что у нас здесь? Бамбуковый уголь, гидролизат эластина, кокосовое масло и масло ши. По идее, кстати, тогда, раз она с маслами, не должна она застывать в труху, потому что очень часто глиняные всякие маски, всякое вот всё, что хорошо очищает, оно на лице прям высыхает, прям вот до хруста практически. Это не сильно хорошо, вот, но, как бы, как есть. Вот, а с учётом такого количества масел, я думаю, что это застывать не будет, и, в общем, мы всё это попробуем тоже, потестируем. Вот, то есть, вот так это выглядит. Опять у меня всё отсвечивает. Вот, и вторую я взяла от бренда In Nature, Аква. Это у нас маска увлажняющая с гиалуронкой и салой веры. То есть, максимально просто, максимально лайтово. Тонечек вам из этой серии показывала, супер увлажняющий, отличный. И я увидела эту линейку, соответственно, ну, в золотом яблоке. Я думала, она есть, типа, только на маркетплейсах, но нет. Вот она тоже есть в оффлайне, скажем так. Можно посмотреть. Вот, небольшой объём. Это тоже, соответственно, наш российский бренд. И здесь получается, что у нас на втором месте как раз уже идёт масло ши, что очень приятненько. Вот, должна действительно хорошо увлажнять. Ну, такая малышечка. Дальше. А, ещё, кстати, от бренда NN я взяла спрей для лица с витаминами. Слетела крышечка. Значит, что у нас тут? Комплекс витаминов, микроэлементов. Тоже без алкоголя, без СЛС и так далее. Написано, кстати, travel size. Ну, да, здесь 100 мл подходит. И здесь... А, и написано, что можно распылять поверхность макияжа. Тоже я увидела эту надпись. Думаю, надо попробовать его, ну, с точки зрения просто фиксинг-спрея, да. Как это будет работать. Мне кажется, у какого-то бренда было тоже что-то... Ну, не витаминная вода или от Новосвит, что ли, что-то такое было. То есть, вот тоже это вот именно версия, что типа и на макияж можно вот именно спрей для лица. То есть, не тоник. Я, если вспомню, прикреплю картиночку. Посмотрите, что я имею в виду. Может быть, тоже пользовались. Вот. А это вот, соответственно, у нас от бренда EDEN. Прикольно. Попробуем. Давайте, кстати, пшикнем, что мы, собственно, будем стесняться. Ой, кстати, мелкое распыление. Пахнет очень нежно, я бы сказала. Никаких там, да, нюансов таких нет. Да, очень приятно. Давайте на лицо попробуем, что. Сейчас пшикнем, раз на макияж можно. Так. Ну вот, немножко мокрая посижу в кадре с вами. Посмотрим сейчас, как впитается. Посмотрим на предмет туши. Ну, сейчас в Москве, мягко говоря, достаточно тепло. И прям хорошо освежится. Очень приятно. Посмотрим сейчас на предмет туши, чтобы мне ничего не потекло. Вот, сейчас высохнет. Поглядим. Так, и последнее еще, что я взяла от бренда Green Mama. Я взяла крем освежающий для уставших тяжелых ног с каштаном и прополисом. Ну, кто со мной давно, да, вы знаете, что у меня проблема с лимфой, с отеками, со всеми этими историями. И для меня вот эта вот тема, все, что освежающее, охлаждающее, я всегда это вот просто скупаю, вот прям максимально. Тут я этот углядела. Кто-то из вас мне кидал пост, что девочка писала отзыв на вот это средство, но она его использовала еще с каким-то спреем. То ли охлаждающий, то ли что-то такое. То есть спрея в наличии, к сожалению, не было. Там в яблоке был не очень большой ассортимент на этот бренд. Вот, и смысл в том, что как раз пост она написала в контексте, что типа она наносит сначала спрей. Пшикает, да, на ноги, и потом замазывается вот этим кремом. И что это прям круто холодит, и прям на жару, и это очень здорово работает. То есть особенно когда жара, то есть ты идешь, и тебе прохладно. И я прям зацепилась за эту идею, и вот я как раз углядела вот этот крем. Вот, ну, спрей еще поищу, да, где-то, наверное, я его ухвачу. И тоже, соответственно, попробую, и вам расскажу. Потому что мне кажется, на жару это должно быть очень неплохо. Вот такой формат. Вот. Собственно, это все. У нас пустой пакетик. Так. Все, она мне вроде все впиталась практически. Да, тут я мальца оборщинула. Так, ну, мотирование, собственно, не дает. Ну, в целом, наверное, и не должен. Такая я вся немножечко блестящая. Но я весь день бегала немножечко по жаре. То есть, в целом, нормально. То есть, у меня макияж никуда не поплыл, не размазался. Все хорошо. Вот. Потому что я что-то переживала, что на макияж это будет немножечко не очень. Вот. Но все в порядке. Вот. Такие у нас получились покупочки, да, за тысячу рублей из яблока. Вот. Буду тоже, как всегда, все пробовать, тестировать, вам рассказывать. Надеюсь, было интересно и полезно. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.